ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, ребята, это не конец, это начало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, точных, наверное, я нанес больше. Ну, по моим ощущениям, да. Ты не хочешь на суде, так скажем, гнать, грубо говоря. Не то, что гнать на суде. Я вообще вот эти истории не люблю. Вот, меня засудили, мне не дали, а можно было то, можно было это. Слушайте, я вообще принимаю то, что имею. Спасибо Богу вообще за все, что у меня происходит. Это мои испытания в жизни. Ну, вот я имею то, что имею. И слава Богу вообще. Идем дальше вперед. Нет времени на сожаления, на оправдания. Все, есть время только на принятие новых решений. А ты на себя не злишься? Ну, а чего? Ну, есть, конечно, кое-какие моменты, где я понимаю, что нужно исправлять. Ну, прям так, что я прям злюсь, там, жалею о чем-то. Нет, я понимаю, где я мог быть лучше. Ну, не было, что поделать. Если бой состоится, мы увидим, что я сделаю по-другому. Не хочу загадывать заранее, раскрывать все свои планы, но понимание точно будет, что кое-какие вещи сделать по-другому, это точно. Хочу улучшить свои движения. Я недостаточно двигался. Мне нужно больше двигаться и больше пробивать контрудары. Мне просто нужно больше добивать. У моего соперника хорошая подготовка, но ему было тяжело в последних раундах. Вот что мне не нравится. Я не провел эти три раунда идеально. В моем углу говорили мне, ты должен двигаться, ты должен наносить удары, как делал это раньше. Не стой перед ним, не будь в стоячей мишенью. Торки сказал мне, по моему мнению, ты победил. Я хочу устроить тебе реванш. Теперь все зависит от Битербиева. Из-за ауры Артура все его соперники были напуганы, но я только взволну. Вы выходите против монстра, но я мог победить этого монстра. Нет, ужасный подсчет очков. Бивол победил, но характер этого боя позволили сделать такую херню. Близкий бой. Это не ограбление. Какая схватка двух высококлассных бойцов в их лучших проявлениях? Лично у меня победил Бивол. Я считаю, что Бивол выиграл бой. Последний раунд был очень близок, но Бивол нанес лучшие удары. Он делал это всю ночь напролет. Отличная комбинация, отлично бой. Битербиев был выдающимся. Ему почти 40. А он заканчивает бои так же сильно, как и в 20 лет. Молодцы оба бойца. Отличный бой. Если честно. Но он мог закончиться и с другим результатом. Но 116-112 это позор. Ни один из бойцов не выиграл этот поединок с разницей в 4 раунда. Вот что меня раздражает. В любом случае Артур Битербиев действительно великий боец. Это был классный бой. И мне тоже казалось, что выиграл Битербиев. Но мне кажется, что для более объективной оценки этого поединка, нужно его обязательно пересмотреть. Ведь бой был близким, но очень зрелищным. Реванш это хорошая идея, почему нет? Вау, ограбление. Ева стоял с Артуром лицом к лицу и нокаутировал бы его. У него нет IQ и движения головой. Бивол выиграл. Это даже не было близко. Но его ограбили. Шакур Стивенсон. Обрати внимание. Судьи оценивают агрессию. Счет 116-112 это дьявольщина. Этот судья вообще не следил за боем. Даже Битербиев не верил в свою победу. Надо уволить судью, который поставил 116-112. Он не должен больше никогда обслуживать бои. Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает. Но по крайней мере судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров. Дружащих с судьями. Они обмениваются с промоутерами. И все это похоже на большую схему. Этот судья провел много боев. Он был в них хорош. Был бы замечательный, если бы они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112. Как он это посчитал. Я не хочу быть вот этот, как его. Боюсь показаться высокомерным или этот. Но я считаю, что я хороший вот такой сильный удар не донес. Удары были, но таких... Ну, что-то не получилось сегодня. Это расстраивает или нет? Нет, почему? Главное – победа. Бивол отлично справился с обороной, когда это было необходимо, при этом был настроен на нападение. Он не позволил своему сопернику подойти и размазать его. Если бы он просто двигался, используя ноги Бетербиев, бы выследил его и поймал как добычу. Бивол хорошо передвигался, но давление на него не прекращалось. Бетербиев сам говорил, что ему почти 40, и это сказывалось. В девятом раунде он немного сбавил темп, чтобы сэкономить энергию. Раньше за ним такого не наблюдалось. Но он использовал сэкономленные силы в следующих раундах. Я был удивлен, что Бетербиев бил мало в корпус. Он начал это делать ближе к концу. У меня победил Бетербиев в два раунда. Было много близких раундов. У меня счет 115-113 в пользу Бетербиева. Было много близких раундов, но Бетербиев умной и за счет опыта закрыл шоу. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok